Всем привет! Сегодня я вам отвечу на вопрос, как же себя нам вести на экзамене. Начинающие водители очень часто, когда берут дополнительные занятия, показывают на какой-то участок пальцем и спрашивают, а вот здесь как на экзамене делать, а вот здесь вот к какой скорости ехать, а вот здесь как на экзамене делать. Сегодня я вкратце отвечу на этот вопрос. Поехали! Итак, сразу хотел вам сказать, что у вас есть правила дорожного движения, которые вы учите, изучаете, да, сдаете теорию и так далее. Если вы внимательно их читали, то вы в этих правилах не найдете пункта, как сдать экзамен, да, что у нас там нет отдельного пункта, какие-то правила, отдельные правила на экзаменах в ГИБДД. Поэтому, то есть вы никогда не спрашиваете, как на экзамене делать в той или иной ситуации. По правилам я отвечаю всегда просто, ребята, по правилам. Как развернуться на экзамене вот здесь? Так же, как и не на экзамене, так же, как и после экзамена. Потому что я понимаю, что все многие привыкают, что многие люди нарушают. Вот я вам поставлю простой пример. Мы едем с учеником, за 100 метров от нас знак «Стоп». Ученик, я ученику намекаю, видишь знаки? Да, вижу знак «Стоп». Вон там на экзамене надо остановиться. Понимаете? Там только на экзамене нужно остановиться, мне говорит ученик. То есть сейчас, говорю, мы останавливаться не собираемся, да? Ну как же я, чтобы сдать экзамен, нужно остановиться? Понимаете, как это вот развивается уже логическое мышление у человека, который еще не имеет прав, как он ездить будет потом. То есть данной фразой человек себе делает установку, что он там будет останавливаться только на экзамене. Сейчас он этого делать не будет, и после того, как он получит право, он тоже этого делать не будет. Поэтому перестаньте спрашивать своих инструкторов, перестаньте спрашивать в комментариях, как на экзамене делать вот это так же, как и не на экзаменах. У нас есть правило дорожного движения. Открываем, смотрим, читаем, вникаем. Ведите себя на экзамене, естественно, привыкайте учиться так, как вы будете это делать всегда. И не пытайтесь на экзаменах показать что-то вне того, что сверхъестественного вообще. Не относитесь к экзамену как к какому-то такому событию, которое происходит там, не знаю, раз в жизни, и как будто если вы его не сдадите, расстрел. Вы что, на вождение приходите, вы едете по правилам, должны двигаться по правилам, выполняете какие-то маневры? Что на экзамене, что после экзамена? Для вас разницы никакой быть не должно. Надеюсь, подробно ответил на данный вопрос. Сегодня на этом все. Не забываем подписываться на канал, поддерживайте лайками ролики. Ну а я, как всегда, вам всем желаю удачи на дороге. Всем пока-пока.